Это не съемки разбомбленного Мариуполя. Это не фотография дома в Луганске или Донецке. Это Подмосковье. В городе Ступино произошел взрыв. По предварительным данным взорвался газ. Погиб ребенок, пять человек пострадали. Позже стало известно о двух погибших. И вот что удивительно. Комсомольская правда пишет. Два человека погибли, десять ранены. Взрыв газа в Ступине. Взрыв газа произошел в планационной пятиэтажке, пишет Интерфакс. Взрыв газа передает, что это? Телеканал Царьград. Друзья мои, мы слово взрыв газа, словосочетание взрыв газа, не слышали уже много лет. Хлопок прекратил свою деятельность в России. Удивительно. А что такое изменилось? Что такое произошло? Почему у нас вдруг взрыв начали называть взрывом, а не каким-то там непонятным хлопком? Как вы думаете, с чем это связано? Я, честно говоря, теряюсь в догадках. Напишите в комментариях вашу версию. Число погибших в результате этой ситуации, этого происшествия трагического достигло шести человек. Я продолжаю спрашивать, друзья мои, а те, которые говорят, что война уже длится восемь лет, и на самом деле пора положить конец этому нацизму, согласен? А что происходит у нас в России? Рекордное сокращение численности населения. Более миллиона человек мы потеряли за прошлый год. Про это кто расскажет? Сколько человек у нас только за 21 год отравилось паленой водкой насмерть? Более сотни. Это официальные данные. А сколько неофициально, мы даже не знаем. Сколько человек погибло от таких хлопочков газа? Многие десятки. Это только то, что попадало в сюжеты средств массовой информации. Что там происходит в отдаленных деревнях и селах, где люди живут совсем бедно и фактически выживают. И, конечно, пытаются на всем сэкономить. И это тоже приводит к жертвам и трагедиям и с паленкой, и со взрывами и пожарами. Кто об этом расскажет? Почему я один-то об этом говорю? Все самые популярные крупные ютуберы, тиктокеры, телеграмщики, они это вообще не замечают. То есть, когда вот есть воронка от снаряда в Луганске и Донецке, это понятно, про это стоит снять новость. А когда у вас в отчетах написано минус 1 миллион 40 тысяч человек, естественное убыль населения по итогам прошлого года, миллион человек у нас вымерло, ну, на это можно внимания не обращать. Так, что ли, получается? На Камчатке. Давайте вот немножко отвлечемся от грустных историй. Я прочту, а потом посмеемся. На Камчатке проверяют начальника изолятора временного содержания ОМВД из-за подчиненной, которая готовила ему еду на рабочем месте, а вместо своих обязанностей оказывала услуги шугаринга. Шугаринг — это такая косметическая процедура, там, удаление волосков, все такое. Начальника ОМВД РФ по Петропавловску-Камчатскому, подполковника Дмитрия Лагуткина, проверяют на предмет превышения должностных полномочий. Материалы проверки переданы в Краевое следственное управление следкома 11 апреля. История подозрений и проверок в отношении подполковника Лагуткина тесно переплетена с другой сотрудницей ИВС, прапорщикой Камилой Поляковой. Девушка трудится в изоляторе в качестве старшего полицейского. Как следует из материала проверки, Камила вместо исполнения своих прямых должностных обязанностей занималась в ИВС приготовлением пищи. Попросту говоря, была поваром. Кормила она не только начальника, но и других сотрудников учреждения. В документах проверки особо подчеркивается, что покровительствовал девушке в этом подполковник Лагуткин. Но на этом нарушения не заканчиваются. Полицейская после готовки уходила из ИВС намного раньше, чем заканчивался ее рабочий день. Все это время она работала мастером по шугарингу. Кто-то говорит шугаринг. Говорится в материалах проверки. И незаконно получала зарплату в полиции. Теперь под уголовную статью может попасть и начальник ИВС, и его подчиненная. Наши доблестные силовики нас берегут, охраняют, работают в поте лица. Это потрясающе. Честно говоря, я уже привык к историям и разоблачениям, когда какие-то там любовницы, проще говоря, иногда проститутки, получают государственную зарплату. Ну там, что, получаешь 100 тысяч рубликов, заработал каким-нибудь заместителем регионального министра, начальника департамента и регулярно оказывает. Услуги определенного характера такие, не вполне легальные. Может быть и здесь тоже зарплата выплачивалась не вся. То есть девушка работала поваром, что как бы новая стызя для подобных разоблачений. Девушка работала поваром, параллельно работала таким вот косметологом. Я так понимаю, что, возможно, ей выплачивались периодически премии, которые она на руки не получала, а забирал их тот же начальник. Устроить мертвые души — это вообще у нас излюбленная практика. Работать некому, хотя вроде бы все должности заняты, потому что начальник на эти должности записал своих родственников и так далее. И сколько такого на самом деле? Вот я напоминаю, что чтобы начать нормализацию в нашей стране, нужно четко объявить. Человек, раскрывающий коррупционную схему, полностью освобождается от ответственности, получает неприкосновенность, даже если он сам в ней участвовал. Брал деньги, передавал деньги, сдаешь. Трех, четырех, пять, десять, двадцать подельников, всю цепочку, которая тебе известна, сдаешь. Свободен, чист перед законом. Более того, если выяснится, что ты сдал не всех, кого знал, вот тогда ты и поплатишься сам. Как только это начнется, они все будут, что называется, на измене, они все будут бояться, что кто-то первым их выдаст, по всей стране начнутся массовые посадки, вот по таким историям. Ну, надо же догадаться, в качестве поварихи старшего полицейского нанять. В прославленном УФСИН Саратовской области очередное ЧП. Буквально час назад в исправительной колонии для первоходов произошла поножовщина. Сиделец азиат, напал с ножом на смотрящего за бараком. Раненый арестант был госпитализирован, а его товарищи тут же отомстили беспредельщику. По предварительной информации, нападавший получил травмы, несовместимые с жизнью. В колонию тут же выдвинулись лучшие силы местного управления. Перед ними стоит задача во что бы то ни стало пресечь беспорядки, которые прогнозируются из-за этого ЧП. Азиаты, а вообще-то у нас в стране сформировалась целая сеть зеленых зон. Это места лишения свободы, где всем руководит не администрация колонии и не традиционные воры в законе, а где всем рулят выходцы из исламских общин, представители диаспор. Узбеки, казахи, таджики, татары, кавказские республики туда своих представителей засылают. Некоторые говорят, даже специально туда садятся, чтобы нарастить свой авторитет и выйти уже со всем уважаемым человеком, на серьезном уровне участвовать в наркоторговле, например, или работорговле, или всем чем угодно. В Ивановской области ветеран живет без туалета, вместо которого ведро. Старенький дом 96-летней Татьяны Михеевны покосился. Я надеюсь, друзья, моя логика понятна, почему все это в одном ролике. Нам рассказывают про Луганско-Донецк, а у нас взрывы происходят по всей стране. Просто люди пытаются сэкономить на отоплении, делают самодельные установки газового оборудования. В итоге в Подмосковье, в очень состоятельном регионе, погибло 6 человек. На ровном месте, понимаете. Драки в тюрьмах. В силовых структурах у нас работают люди поварами, хотя официально они старшие полицейские. Ветераны. О которых мы так печемся. Память о Великой Отечественной войне для нас. Бабушка, которая подняла советский флаг. Наше все, наша героиня. Все о ней говорят. Татьяне Михеевне Добрыдневой, 96. Она не замужем, у нее нет детей. Живет в Фурминове Ивановской области. Она является одной из последних трех участников Великой Отечественной войны, ныне живущих в этом райцентре. Пять лет назад Татьяна Михеевна обращалась в местную администрацию с просьбой сделать ей двор. Бревна все развалились. На что ей ответили. Денег нет. Мы можем вам дать телефон того, кто вам сделает. 9 мая ветеран традиционно получает подарки от властей. Путинская Россия, 22 года. Где забота о ветеранах? За 22 года нельзя было туалет сделать? Сама должна была о себе позаботиться, правда ведь? Очень интересные поступают новости с экологических фронтов. Официальный старт изгнания из России филиалов Greenpeace и World Wild Forum дал председатель российского экологического общества Рашид Исмаил. Он письменно сообщил Минюсту, что сталкивается с недружественными действиями зарубежных неправительственных организаций в отношении государственной природоохранной политики. Дабы читатели понимали, что еще на уме у драгоценного коллеги, давно проповедующего эко-диктатуру и эко-халяль, публикуем полный список его предложений правительству. Так мудрый Рашид намерен проанализировать все обращения в Минприроды и Росприроднадзор за последние два года и поправить зеленое законодательство в полном соответствии с требованиями трудового пролетариата и олигархата. Скорее всего, в первую очередь, олигархата. Согласно доброй русской традиции, проявивший бдительность вселяется в комнату репрессированного, поэтому ежегодные пожертвования World of War в размере 1,4 миллиарда рублей и Greenpeace в более скромном объеме 350 миллионов, я даже не знал, что иностранные зеленые организации в России получают под 2 миллиарда рублей ежегодно, должны непременно перетечь российскому экологическому обществу. Таким образом, господин Исмаилов становится крайне завидным женихом, за которого следует потребовать хорошей колы. Учитывая прямое отношение ряда авторов к первичной раскрутке Рашида Айдыновича, нам кажется справедливым претендовать на небольшую долю. В чем сила, в чем подвох и в чем сила западных международных надгосударственных формирований? Вот, например, Европейский совет по правам человека. Мне обидно, мне горько, мне грустно, что найти справедливость подчас можно только в европейском суде. Я бы, конечно, хотел, если бы у нас в России была какая-то независимая инстанция. Ты прошел через все суды, Следственный комитет, прокуратура, Верховный суд, Конституционный суд, все против тебя. Ты проигрываешь все дела. Но вот ты пришел в какое-то еще ведомство, надзорное какое-нибудь, не знаю, блюстительное ведомство, и оно все-таки сказало, блин, может быть, это все даже по закону, но не по справедливости. Закон надо исправить, тебе надо реабилитировать, все. Вот как у Николая Платошкина. Куда ему обращаться с его беспредельным приговором? Сейчас все, Европейский суд по правам человека закрыт для нас. Он уже больше неэффективен. Мы в ходе вот этой санкционной, контрсанкционной борьбы с ним отношения разорвали. А тут та же история. В России полно экологических организаций. 70% из них работает на власть на олигархат. Мусоросжигательные заводы? Ничего страшного. Мы уже решили все мусорные проблемы. Воздух чистый, вода чистая, продукты полезные. Слава Путину! Мне жаль, что из России уходят эти организации. И мне еще более жаль, что для нас они важны. К сожалению, независимых организаций России, влиятельных организаций практически нет. Вот это реальность. Да, они сейчас уйдут, и наша экология придет в полный упадок. По идее, сейчас вот этот вот период перестройки, когда мы должны выйти из ВТО и начать настоящее импортозамещение, когда мы должны выйти из Европейских Советов по праву человека и создать свою такую организацию, избавиться от международных экологических движений, которые тоже у них там свои тараканы, много там с ними проблем, и создать свое. Мы должны выйти из Всемирной Организации Здравоохранения. И вместо этого мы должны создать что-то свое, что будет следить и контролировать, а какое качество у нас лекарств, тех же вакцин, как работает наша медицина, как работают наши врачи. Ведь у нас-то эти вопросы задавать запрещено. Где у нас организация, которая позволена хотя бы конструктивную критику озвучивать? Чтобы вышли к Путину и сказали, Владимир Владимирович, вот эта хрена тень полная, надо это все срочно менять. И после этого, чтобы на него не завели уголовное дело. Нету такого. Поэтому вот сейчас исторический момент, я так понимаю, используется просто для устранения конкурентов. Да еще и нам передайте их деньги. Люди передавали? Миллиард? Шестьсот? Нет, семьсот пятьдесят миллионов рублей. Деньжище, я вам скажу, мама не горюй. Источник сообщает, в правоохранительных органах в Волгоградской области ведется нешуточная борьба за отмазывание от справедливого воздействия возмездия группы лиц, причастных к хищениям средств нацпроекта «Экология». В январе к минимальным трем годам колонии за соучастие в хищении 121 миллиона рублей был приговорен бывший председатель обл. комитета природных ресурсов Виталий Сазонов. А на днях бывший руководитель управления Роспотребнадзора Александр Злепко и вовсе отделался условным сроком. Теперь хочет избежать заслуженного возмездия экс-глава регионального управления Росприроднадзора Сергей Васильев, соучастник господина Злепко, по выдаче незаконных заключений ООО «Экотехсервис», благодаря которым были освоены бюджетных 812 лямов на ликвидацию Кировской свалки. Недавно прокуратура опротестовала решение Светлоярского райсуда, признавшего законным выдачу разрешения экотехсервису господин Васильевым. Вывоз Кировской свалки не на лицензированные полигоны, а на пруд-накопитель синтетических жирных кислот в Светлоярском районе является очевидным преступлением. Прежний собственник «Лукоил Волгоград» нефтепереработка законсервировал пруд, а затем продал «Экотехсервису», который возвел там объект капстроительства. Короче говоря, у нас по всей стране воруются деньги, которые выделены на вопросы по экологии. Куда мы будем жаловаться, если сейчас вот эти вот западные ребята все разбегутся? У нас сейчас начинается сезон лесных пожаров. Кто будет бороться с чиновниками, чтобы они нормально отрабатывали по этим вопросам? Потому что часто именно на чиновниках лежит ответственность за разного рода нарушения и даже покрывательство преступлений. Источник сообщает, так, 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 так. Глава Минстроя Ирек Файзулин предложил отраслевую программу применения вторичных ресурсов, вторичного сырья и затходов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 22-30-е годы. На следующие 8 лет, вы представляете, Зеленый Змей об этом рассказывает. Единственный целевой индикатор проекта доля утилизации или рециклинга строительных отходов должна вырасти с 22% до 40% за 8 лет. Однако бюджетного финансирования на создание перерабатывающих мощностей не предполагается. Авторы отмечают, 71,3 миллионов тонн по блоку отхода строительства и ремонта подсчитаны в 2020 году с пониманием того, что ряд организаций избегает, честно отчитывается, по этой форме. Несмотря на зияющие пробелы законодательства, включая необходимость закрепления понятий вторичные материальные ресурсы и вторичное сырье, программа Минстроя призвана стать хотя бы декоративным финтом по привлечению внимания первых лиц к проблеме строя отходов, которая нарастает со скоростью геометрической прогрессии, подгоняемой реновацией, нуждой проявления крова у свежеобретенных граждан РФ и прочему. Вот, пожалуйста. Нам обещают, что у нас отходы будут перерабатываться. За 8 лет они даже не в 2 раза повысят долю перерабатываемых строительных отходов, а, ну, во сколько раз? Было 22%, будет 40%. Это меньше, чем в 2 раза повышение. И даже через 8 лет будет перерабатываться меньше половины строительных отходов. На это все должны выделяться деньги, но на строительство реальных перерабатывающих заводов даже денег не выделяют. У нас что, денег нет? Или не знают, кому эти деньги дать, чтобы все-таки что-то у нас появилось, какое-то производство? В России за 2 года на 30% выросло число учтенных незаконных свалок, подсчитали эксперты финэкспертиза. Мусорная реформа идет уже 4 года. 4 года мы платим повышенные мусорные сборы. А число незаконных свалок только растет. Таких объектов в России более 15 тысяч. Росприроднадзор считает, что сравнивать нужно данные только за последние 2 года, так как в 2021 изменилась методика подсчета. Свалкой теперь считается мусор, разбросан на площади более 10 квадратных метров или объемом более 5 кубических метров. Число таких свалок выросло примерно на 10% следует из данных ведомства. Ну и наконец, Москва. Самый богатый, обеспеченный город России. В Москве уникальное природное явление национальный парк Лосиный остров. И прямо в этом национальном парке Лосиный остров В охранной зоне нацпарка плодятся фекальные прорывы. Очередной зафиксирован жителями микрорайона Лосиный парк 2 по улице Спокойная 520. Системой водоотведения обладает одиозный Игорь Дмитрюк из УК Комфорт, для которого директор нацпарка Рустам Якубов втихую легализовал прокладку экоцидного коллектора. Пару дней назад говно взбурлило еще из двух колодцев, осквернив заповедный участок вот с таким кадастровым номером. Канализационные стоки через асфальт уходят в дождеприемники, сливающие их в ручей на территорию садового товариства железнодорожник. Граждане несколько лет безуспешно требуют провести проверку состояния систем канализации. Короче говоря, местные царки-олигархи даже в Москве на территории национального парка Лосиный остров творят такой беспредел. И все у нас хорошо, все прекрасно. Сейчас мы выгоним от России Greenpeace и World War Forum и заживем, ребята. Вообще на природу можно будет забить, забыть и все будет хорошо. А если кто-то будет вякать, россияне с ними просто разобраться, натравим каких-нибудь силовиков и дело в шляпе. Что думаете, друзья? Пишите в комментариях, ставьте лайки, делайте репосты. Вместе мы сила, вместе мы обязательно победим. Обязательно поддерживайте ваши местные, региональные, экологические движения организации. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok